По поводу Пригожина к вам, к человеку, который знает по прошлой вашей работе в органах, в спецслужбах, понимает, как устроено это дело, как эта сфера функционирует. Вот как вы считаете, Пригожин мог быть действительно завербован украинской военной разведкой, о чем утверждала газета «Вашингтон-Пост», наделала много шума по этому? Мог он быть в небо взаимодействии хотя бы? Завербован, не завербован, но, что называется, танцы танцуют, вальсируют. Ну, мое личное мнение, что завербован военной разведкой вряд ли, это какой-то исключительно уникальный, совершенно фантастический шанс. Один там из миллиона, ну, может, там из десятков тысяч. Вряд ли, конечно, он агентом является военной разведки Украины, потому что он не мог бы действовать иначе, он бы действовал иначе по-другому, совершенно. Могли у него быть какие-то контакты, какие-то договоренности, какие-то. В войне все возможно. Вот в войне все возможно. Помните, там генерал Вольф представлял Гиммлер. И переговоры вроде были в Швейцарии. И все думали о том, что если закончить войну, да черт с ним, пусть Гиммлер, лишь бы там не погибли еще миллионы, пусть Гиммлер подписывает, так сказать, капитуляцию, соглашение, прекратить войну, чтобы Германия сдалась. Но было поставлено условие ликвидировать Гитлера. Понятно, что в таких раскладах возможно вообще все. Гиммлер самая мрачная фигура фашистского рейха, да, мы сами прекрасно это понимаем. И тем не менее, ради как бы разрешения войны, спасения жизни миллионов солдат и офицеров, в первую очередь союзников, там и советских граждан, союзники все равно начали консультацию и, наверное, были готовы к каким-то договоренностям. Вот. Поэтому здесь возможно все в войне. Хорошо. А вот если посмотреть под другим углом зрения, сообщения Вашингтон-Пост базировались на неких утечках документов из Пентагона, о которых сейчас только ленивый не говорил последние несколько недель. Вот этот вот странный молодой человек по фамилии Тейшейера сливал их в интернет. Но это как бы документы, которые уже были где-то там в архивах Пентагона или лежали в общем доступе для сотрудников соответствующих подразделений. А могли они быть туда запущены, скажем, той же самой украинской военной разведкой или другими спецслужбами для того, чтобы скомпрометировать Пригожина? Могла быть вот такая вот спецоперация? Запустить документы, которые говорят, что Пригожин якобы ведет переговоры с тайной, с украинскими военными. Я вам там сдам ценнейшую информацию, а вы мне помогите взять Бахмута. Ну, я слышал об этих разговорах давно уже, вот, от некоторых там должностных лиц. Но я думаю, что если это и специальная, так сказать, игра оперативная, то она ведется американцами, а не военная разведка Украины. Все-таки вот здесь, ну, при всем уважении, я знаю, что военная разведка работает очень хорошо, и толковый, и грамотно, и руководитель там боевой, дослышан. Вот, ну, я думаю, что все-таки, если такая игра ведется, она ведется американской разведкой. Все-таки, ну, ей больше, как говорится, у ней имидж такой более респектабельный, солидный. Все-таки сейчас вот во время войны, да, даже если будет качество разведки военной Украины не ниже, а выше даже, может быть, в каких-то моментах операции, чем качество работы, и американцы, американцы, вот, да, кредит доверия выше, больше. Поэтому, если такая игра ведется, она ведется со стороны, допустим, американской, с этой службой. Безусловно, в ней могут участвовать и партнеры с украинской стороны, безусловно, могут участвовать, но все-таки ключевая позиция здесь, и потом, как говорится, и утечки, и легализация, все это могут делать только американцы. Только у них есть такие возможности. Возможности главного управления разведки Украины, они ограничены, но в силу военных действий, в силу других возможностей, у американцев они нарушили. Поэтому, если, конечно, военная разведка Украины вместе с американцами что-то решили сделать, вместе, подчеркиваю, да, это можно сделать. В одним им будет сделать это крайне сложно. Крайне сложно. На мой взгляд, это мое предположение, я опять могу ошибаться, я уже давно, как говорится, уже 30 с лишним лет не имею к этому никакого отношения, но это мой опыт еще молодого офицера, молодого майора, который выходил из органов, вот после того, как мы отказались выполнять приказ, стрелять народ, говорит о том, что, скорее всего, если это и дело, то это дело какая-то серьезная, большая спецслужба, может быть, вместе с украинской. Но это не факт, я вот разговоры про Пригожину давно слышал, сейчас не буду говорить, какие от кого, это еще было до всех этих событий, я был очень удивлен, не поверил, ну, сделал, что это, как бы, так сказать, преувеличение. Возможно, оно такое было, возможно, там, не знаю. Но посмотрим, я думаю, что Пригожин сейчас пошел в Абанг, я думаю, что Пригожин сейчас обнажил всю суть кризиса верхов, я думаю, что Пригожин показал четко, что же, на самом деле, происходит в армии, каково его состояние, готовность к войне. То есть, конечно, Пригожин принес большую пользу, безусловно, Украине объективную пользу, я имею в виду, своими выступлениями, заявлениями, разоблачениями, критикой, но эта польза, она может быть просто косвенным побочным продуктом его конфликта и с Путиным, и с, ну, может, вот, опосредованного конфликта с Путиным, но и прямого конфликта с руководством вооруженных сил России. В любом случае, хорошо, что они там грызутся, хорошо, что они там друг друга разоблачают, хорошо, что они его дают военные тайны, это прекрасно. А вот скажите, пожалуйста, по поводу выдачи военных тайн и так далее, как вы оцениваете вот этот неожиданный ход Центрального разведывательного управления, который в соцсети выложил на русском языке сделанный такой видеоролик эффектный, в котором призывает российских граждан делиться с ними информацией. С точки зрения профессионала, эффективность такого хода... Высочайшая эффективность. Высочайшая? Да, вот я когда начался, у меня был такой период в моей биографии, в Советском Союзе еще в Академии Нынешней, Академию Нынешней Разведки, тогда это был сверхсекрет институт имени Адропова, Краснознаменный, это Каилл называется, Краснознаменный институт имени Адропова, сейчас это Академия Нынешней Разведки. И вот там, естественно, наши преподаватели были, мудрые, опытные, там, из гентура, резиденты, там, сотрудники и так далее, они говорили, что, ребята, вы давайте там, это, очки розовые снимите, 85% цен на агентуру, если не 90%, это люди, которые инициативно предложили свои услуги. Это не наш заслуг, что мы их там завербовали, нашли там ключик к сердцу, к душе, к уму там и так далее, а это они сами решили, что они будут работать с советской разведкой. И здесь вот наша с вами задача отделить зерно от племен, не попасть на провокацию, не попасть на оперативную игру, правильно выстроить. С одной стороны, нельзя слишком рисковать, потому что подставит вас контрразведка, а с другой стороны, если вы будете сильно, извините за выражение, бздить, то вы никогда не завербуете нормальных людей, которые будут давать вам ценную информацию, обеспечить нормальную вашу работу в разведке. То есть, вот здесь вот всегда есть баланс между подставой и вот все вот эти вот, вот этот господин Блейк, инициативник, сам предложил сотрудничество. Если мы возьмем сейчас великих там агентов и офицеров там разведки, больше половины окажут, в основном они все сами вышли на контакт и предложили сотрудничество. В силу там идейных взглядов, в силу понимания, что там нельзя делать мир однополярным, в силу того, что там кто-то, вот вы помните эти супруги, господи, Розенфельд, я могу ошибаться, украли секреты ядерных Соединенных Штатов Америки, они были судьи, мы работали на советскую разведку. Почему? Они считали, что нельзя делать монопольное ядерное оружие. Вот. И вот, допустим, американцы завербовали на, как бы, так сказать, вот уже заре, вернее, на закате СССР, завербовали крупнейшего агента для них. Этот человек сначала был секретарем парткома, нет, он сначала, да, он был замначальником по кадрам разведки внешней, а потом секретарем парткома. У него вообще все данные были на всю разведку. Вообще. И это не они его задавали. Это он, в силу того, что считал, что Советский Союз империи злает, что чем быстрее он развалится, тем лучше, он сам работал на американцев, он отказался от американского гражданства, он не стал получать 6 миллионов долларов, когда тогда, в 80-е годы, положили его на счет. Ему предложили много раз уйти, он отказался, и когда его расставали, он сказал, я это делаю из-за отдельных соображений, и пошел гордо, как говорится, на эшафот. Вот, такие вот случаи были. То есть, наиболее ценные кадры в разведке, это люди, сами предложившие свои услуги. Поэтому, когда американцы говорят, ребята, welcome, дорога открыта, зеленый свет, приходите. Я вас уверяю, что это очень правильные, эффективные и своевременные действия. То есть, американцы сейчас обретут агентуру там на многие-многие годы. И придут те люди, которые не просто там с улицы, тетя Маша услышала, о, пойду как американцы, я сейчас расскажу секрет швабры, и как там я убираю, подметаю пол. Тетя Маша тоже может получить, так сказать, задание, если она убирает этот пол и метет, и там моет посуду где-нибудь там у Шойгу в штабе. Тоже хорошая вербовка, тоже вербовка уборщицы в штаб-квартире НАТО считалась высочайшим достижением в наши времена. Поэтому, ну, по крайней мере, она может из корзины все доставать, а также сотрудники-то везде раздолбают. И везде теряют секретные документы, и пишут, и напрячут обязательно, так сказать, в корзине какая-нибудь важная информация. Потому что уборщицы тоже вербовали, но в определенных институциях. Поэтому здесь до американцев. И я так говорю, я тоже обращаюсь через СМИ, ребята, вот к этим красивским элитам. Вам шкуру свою спасать надо? Вам нужно думать, что с вами будет после Путина? С ним-то хрен с ним, с ним понятно. Доживет, не доживет, да Гагин, понятно, что. А вы-то что будете делать? Бегите-ка сюда. Нам сейчас, может, ни от вас никакие там ни деньги, ни ресурсы нужно давать информационно сотрудничать. Нам нужна информация, что там внутри, как там ситуация, как развивается, что можно сделать, что нельзя сделать, как настроение людей, как настроение в таких-то сферах, таких-то. Ну, хотя бы нам помогите информационно. Если вы будете с нами информационно сотрудничать, и от этого будет польза. И в завершении войны, и в исчезновении путинского режима, ну, прекрасно, ваши заслуги, ваше воспитание будут учтены. В общем раскладе. У кого-то не будет ничего, а у вас будет поддержка определенных российских сил, которые будут знать, что эти люди помогали. Они не сидели с ножа руки. Они не ждали, когда Путин сковорнут. Они не ждали, когда там чего-то такое. Они не помогали ему. Они на самом деле работают на победу. Вот. Поэтому я тоже часто говорил в эфире, давайте сотрудничать с фонцентром. Все, у вас нет денег, но нам нужна информация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова